Я часто люблю повторять вот эту историю, когда приехали ученые для исследования, это было давно, более ста лет назад, исследования одного племени в Южной Америке. Они взяли проводников, чтобы дойти до племени, которой еще не было затронутся цивилизацией. И ученые так хотели побыстрее увидеть это племя, не затронутая цивилизация, которая там в джунглях сохранилась, туда нельзя было не долететь, там не было дорог, не доплыть, нужно было идти с проводниками, и проводники вели их к этому племени. И ученые так им не терпелось побыстрее увидеть это племя, что они постоянно подгоняли своих проводников. И вот когда уже осталось совсем немного, вдруг эти проводники сели и отказались идти дальше. На все уговоры ученых встать и все-таки дойти до племени, они говорили, нет, мы не можем. И они объяснили, почему. Мы шли слишком быстро, и наши души отстали от нас. Нам нужно посидеть, подождать наши души, чтобы души нас догнали, и тогда уже пойти дальше. Вот это, в принципе, еще один образ, который тоже показывает, что такое глубина, когда ты в гармонии со своим внутренним миром, в гармонии со своим сердцем, в гармонии с тем царством, которое находится внутри тебя. Мне в последние годы приходилось быть на разных конференциях, форумах, где обсуждали, почему верующие выгорают, почему служители выгорают. И было много разных причин. Но я абсолютно убежден, что главная причина, она одна. Это потеря связи с глубиной. Да, есть там обиды, есть зависть, но почему одного обида разрушают, другого нет? Все мы сталкиваемся с испытаниями, все мы сталкиваемся с искушениями. Но это огромная беда, когда человек называет себя христианином, а вот реальной внутренней связи со Христом, переживания Христа в глубине у него нет. Еще большая проблема – это когда такие пасторы или служители, причем они могут быть искренние, старательные, их научили так, и они так проповедуют. А других по-другому научили, и они немножко по-другому уже верят. А третьих вообще по-другому. И куча всех разных, и каждый говорит, я прав, нет, я прав. А я вот это видел, в моем служении то происходит, а в моем служении то происходит. И каждый как-то пытается вот это выделиться. Но когда вот это все внешнее затихает, ты думаешь, а есть ли у меня реальная связь с Богом? Не просто знание доктрин, не просто мне там кто-то проповедовал или убедил, или христианином быть хорошо, даже чисто по-человечески. Вот не пьют, не курят. Хорошо быть верующим, как-то так о семье у них говорится, о воспитании детей, чисто по-человечески хорошо. Да, на самом деле хорошо. Но суть-то христианства, это вот связь вот с этой глубиной. И когда связь теряется, митрополит суржский говорит, это грех. Грех приходит. То есть начинается вот эта поверхностная жизнь. Внешняя поверхностная жизнь. А когда внешняя поверхностная жизнь, то за глубину выдаются псевдо-вещи, псевдо-духовные вещи, псевдо-откровения. О, там кому-то открыл, когда конец света. О, вот это, вот это. Это никакая не духовность вообще. О, это вот там эти прочства. Это вообще никакая не духовность. Духовность – это вот это ощущение пребывания в этом единстве с этой глубиной, внутренней своей глубиной. Переживание Бога в глубине, в глубине сердца. Бездна-бездну, бездна-бездну призывает. И когда ты вот углубляешься и в Божьей глубины, в Божью вот эту вот бездну, ты углубляешься, и ты постигаешь, и ты точно так же переживаешь, что здесь тоже конца, края нет. Невозможно Бога пройти насквозь. Все образы человеческие, антропоморфные – это лишь образы, чтобы нам было понятно. Но Бог – это Творец. Царь всех царей, Господь всех господствующих. Всемогущий Бог.